всем привет с вами александр усилев и сегодня записываю видео на русском языке поскольку меня смотрят и пишут люди не только из украины и сегодня хочу поговорить о технологии производства технологию выращивания зерновой моли и получение ее яиц когда в свое время мы входили в эту нишу очень тяжело было достать какую-то практическую информацию до получить ответы на вопросы все или не знают или покрыто все тает тайны даже недавно сравнительно недавно мы запускали большой проект и пытались у немцев узнать хоть какие-то параметры их не технологии все покрыто тайной на любой твой вопрос более-менее касающийся технологии ответ один это коммерческая тайна нам удалось усовершенствовать технологию производства зерновой моли обычно получают где-то 10 10 до 12 грамм яиц зерновой моли с одного килограмма зерна ячмени нам удалось усовершенствовать технологии мы получаем от 25 до 28 то есть разница существенная и мы не закрываем эту технологию мы ее не прячем мы готовы поделиться у нас есть опыт работы как оффлайн так и онлайн все зависит от того где вы находитесь если вы далеко от украины любая страна кроме российской федерации до далеко мы можем работать онлайн если вы в украине это может быть онлайн плюс оффлайн то есть я могу приезжать к вам вот это так сложного ничего нету да действительно придется что-то немножко переделать создать оптимальные условия для ситотроги но как видите это того стоит это и количество полученной продукции и количество использованной ячменя это и количество людей взаимоза задействованных в процессе и фонд заработной платы то есть это все вот это так поэтому кому интересно пишите звоните будем с вами договариваться еще можем научить работать с трихограммой evanescence так как мы работаем научить ее вводить в диапаузу в чем здесь загвоздка то как обычно вводят в диапаузу трихограмму evanescence она паразитирует очень хорошо месяц спустя диапаузы мы отработали технологию где она два с половиной месяца ее можно спокойно использовать для заражения два с половиной не месяц но обычно пишут три но два с половиной мы даем с гарантией еще на подходе у нас технология подготовки трихограммы к выпуску к внесению в чем она заключается после попадения трихограммы в оптимальные температуры она массово в течение часа отрождается массово не в течение двух дней а массово отрождается то есть получается вы ее привозите в специальном контейнере в на поле только начинаете вносить и она уже начинает у вас в течение часа отрождаться то есть она не становится кормом ее не поедают никто да то есть она там не лежит день два три непонятно от независимо от температуры бывают разные они как ускоряют так и замедляют развитие выход трихограммы а тут у вас в течение часа она быстренько от родилась и начала работать мы в этом году это на небольшом участке все проверили у нас все получилось и поэтому сейчас мы докупаем оборудование полностью эту откатаем эту технологию уже под массовое применение поэтому кому будет интересно именно работа с трихограммой в несенс на это будет немножко попозже сейчас мы полным ходом отрабатываем те технологии вот такие у меня новости поэтому кому интересно пишите звоните до новых встреч всем пока и еще такой вопрос связи с войной у меня много контента сейчас выходит на украинском языке я всегда стараюсь там текст вставлять на украинском языке если вы с другой страны читаете текст загоняете в переводчик если вас интересуют какие-то вопросы не стесняйтесь пишите отвечу и на русском если нужно на другом языке тоже есть нас кто и переведет и напишет поэтому обращайтесь пишите до новых встреч всем пока